Вы смотрите канал Криптодилерс. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать to the moon. Зачем криптовалютам нужны фонды? Эфириум, Zcash, Cardano – эти блокчейны объединяет одно слово – Foundation. Разработчики цифровых монет создают специальные фонды, с помощью которых могут тратить миллионы долларов на развитие своей экосистемы и продвижение криптовалюты. По сообщению РБК, некоммерческая организация – одна из самых популярных форм деятельности в цифровой индустрии. Сегодня у большинства топовых блокчейн-проектов есть собственный фонд. При этом подобные организации не стоит путать с криптовалютными фондами, которые приумножают средства инвесторов с помощью трейдинга и вкладов в ICO. У них абсолютно разные цели и задачи. Крипто-фаундейшены отвечают за рост и развитие комьюнити, выделяют гранты на исследования, разработки и внедрение новых технологий, финансируют апдейты, хардфорки и всяческие улучшения по безопасности сети. Tezos Foundation Летом 2017 года разработчики провели ICO, которое позволило выпустить криптовалюту XTZ. Они привлекли 66 тысяч BTC и 361 тысяч ETH, что на тот момент составляло около 232 миллионов долларов. Однако сразу после завершения ICO начались судебные разбирательства, из-за которых затянулся запуск блокчейн-платформы. У разработчиков также возникли проблемы с SEC из-за несоблюдения американских законов. После того, как скандалы немного утихли, Tezos Foundation объявила о старте выдачи финансовых грантов для исследовательских групп в сфере разработки блокчейн-решений и смарт-контрактов на базе Tezos, а спустя месяц анонсировала запуск основной сети. В начале августа 2019 года некоммерческая организация Tezos Foundation опубликовала полугодовой отчет, где рассказала о результатах работы проекта с момента запуска его сети. Оказалось, что фонд владеет активами на 652 миллиона долларов. При этом 61% от этой суммы хранится в биткоинах. За последний год гранты от Tezos Foundation получили 62 проекта из 23 стран. Их общая сумма составила около 37,4 миллионов долларов. При этом почти 15 миллионов было выделено на проекты, специализирующиеся на инфраструктурных решениях, исследованиях и образовании. Tron Foundation Некоммерческая организация Tron Foundation управляет одноименным блокчейн-проектом. Вся прибыль фонда идет на дальнейшее развитие сети. В отличие от некоторых других подобных организаций, Tron Foundation не только выделяет средства на гранты, но и активно скупает интересные платформы и компании. Так, летом прошлого года создатель криптовалюты TRX приобрел фирму-разработчик протокола BitTorrent. А весной этого года Tron Foundation выкупил магазин децентрализованных приложений CoinPlay, чтобы сделать Tron одной из крупнейших децентрализованных экосистем в мире. Также в фонде любыми способами пытаются поддержать стабильность рынка и укрепить доверие пользователей. С этой целью Tron Foundation решил выкупить токены на 20 миллионов долларов, чтобы ограничить предложения на рынке и привести к росту курса криптовалюты. Cardano Foundation По словам разработчиков цифровой монеты Ада, главная задача надзорной и образовательной некоммерческой организации – стандартизация, защита и продвижение технологий Cardano. Фонд блокчейн-проекта получает средства за счет уменьшающейся инфляции и комиссий за транзакции в сети криптовалюты. В организации также предусмотрены гранты. Денежные средства на разработки, исследования и улучшения сети может запросить любой пользователь блокчейна Cardano. Однако стейкхолдеры должны периодически голосовать за то, кому выделить деньги. Деятельность фонда не раз подвергалась критике. В прошлом году гонконгская блокчейн-компания IOHK, которая специализируется на разработке блокчейн-протоколов для проекта Cardano, заявила о разрыве отношений с разработчиками криптовалюты, обосновав свое решение тем, что на протяжении двух лет Cardano Foundation не достигла какого-либо видимого прогресса. После этого сообщество Cardano запустило петицию, которая призывало руководство фонда добровольно подать в отставку. Петицию подписали 6096 человек, и на должность управляющего Cardano Foundation был назначен новый руководитель. Stellar Development Foundation Главные задачи фонда – разработка и поддержка протоколов сети Stellar, руководство и управление экосистемой Stellar, увеличение капитализации токена XLM, продвижение криптовалюты проекта в качестве международного платежного стандарта. Команда Stellar не получает доход от комиссии за транзакции в сети. Проект финансируется за счет благотворительных взносов частных лиц, а также от взносов участников фонда. В фонде произошло много важных для криптовалютной платформы событий. В январе компания Барри Зильберта запустила Grayscale Stellar Lumen Trust – инвестиционный фонд на базе криптовалюты XLM. Весной в Stellar Development Foundation произошли кадровые изменения. Некоммерческую организацию возглавил бывший главный операционный директор Mozilla Daniel Dixon. И буквально за несколько дней до назначения нового руководителя был предоставлен новый логотип цифровой монеты Stellar. В мае представители SDF заставили изрядно понервничать сообщество. Валидаторы Stellar Development Foundation одновременно ушли в офлайн, в результате чего сеть криптовалюты некоторое время не функционировала. На протяжении двух часов отсутствовал консенсус, и транзакции не подтверждались. Причины отключения нод с CDF остались неизвестны, однако сбой никак не повлиял на курс криптовалюты. Zcash Foundation ZeroCoin Electric Coin Company – фонд Zcash Foundation отвечает за развитие проекта и поддержание работоспособности сети. В 2017 году Zcash Foundation получил статус благотворительной организации. Тогда представители фонда утверждали, что они создали первую благотворительную компанию, чья деятельность направлена на улучшение интернет-платежей и сохранение приватности данных пользователей. Спустя почти год Zcash Foundation объявил о партнерстве со Starkware Industries и анонсировал внедрение технологий Stark, которая должна была улучшить масштабируемость и анонимность криптовалюты. Представители фонда всячески продвигают идею развития приватных онлайн-платежей. Zcash Foundation финансирует митапы и конференции разработчиков, майнеров и членов крипто-сообщества. Сам фонд получает доход через фиксированную ставку в 1,44% от всего майнинга монет Zcash. Изначально политика проекта была такова, что в течение первых четырех лет после запуска проекта десятая часть всей возможной денежной массы ZEC будет распределена между основателями, инвесторами, сотрудниками, консультантами и фондом. Поэтому эти 1,44% учитываются из заранее заложенных 10%. В Zcash Foundation все важные вопросы решает не один руководитель, а все члены фонда. Они создали и отдельную комиссию, которая отбирает проекты и выделяет гранты. При этом в нее вошли не только представители сообщества Zcash, но и Монеро. Ethereum Foundation. Один из самых крупных и популярных фондов в цифровой индустрии, который известен большими грантами. В мае представители организации заявили, что за год будет выделено 30 миллионов долларов на развитие ключевых проектов. А 26 августа стало известно, что на подготовку к запуску Ethereum 2.0 за последние месяцы фонд отдал более 2 миллионов долларов в различных грантах. Ethereum Foundation был создан в 2014 году в Швейцарии с одной целью – финансировать, продвигать и поддерживать платформу Ethereum. За 5 лет в фонде произошло много структурных и кадровых изменений. Организация не раз подвергалась критике. Весной этого года глава фонда Айя Миягути представила новый путь развития Ethereum Foundation и заявила, что отныне его роль заключается не в том, чтобы работать над колебанием цены цифровых монет ETH или изменениями на рынке блокчейн-инфраструктуры, а взаимодействовать и продвигать растущая глобальная комьюнити разработчиков.